Микс Ньюз Даже здесь, в самом сердце черного континента, мы слушаем любимые передачи. Все просто. Аппликация Микс Медиа Радио. Итак, сегодня поговорим о отсутствии интереса у молодых людей к естественным наукам. Какие возможности у них открываются, у школьников, которые выбрали эти естественные науки и так далее. И вообще, о том, что происходит сегодня и в школах, и в вузах. Вот недавно была новость о том, что латвийские вузы отчаянно ищут студентов. Но еще до этого была новость о том, что латвийские школьники провалили экзамен по естественным наукам. А вы как же оболнулись? Оказали более слабые результаты в ходе пилотного проекта экзаменов по естественным наукам. А вот, например, была новость от июля 2017 года, июня, что результат на экзаменах по физике, химии и биологии повысился. И по химии он на плюс 1,6% больше. Ну, может быть, он и повысился, но, тем не менее, все, в общем-то, новостные порталы вышли именно с такими заголовками, как я сказала, что они провалили экзамен по естественным наукам. Это был пилотный проект, в ходе которого школьники сдавали экзамены по физике и химии. И, значит, целью было выяснить уровень знаний. Вот. И, в общем-то, 34,45% это по химии, да, вернее, по естественным наукам в среднем составил результат. Это низкий очень. Я бы не сказала, что они провалили. Цель этого экзамена была показать реальную ситуацию, которая на нашей стране. Так как мы внимания этим предметам, я бы сказала, уделяли достаточно-недостаточно, да. Поэтому нашей целью было настоять на том, чтобы такая проверка была сделана, чтобы показать то состояние, в котором находится преподавание этих предметов, то состояние, в котором находятся знания этих молодых людей, да, которые в будущем должны выбирать свои профессии, и вообще их способность конкурировать на рынке как таковом, да. И как вам знания? Ну, у нас две новости, как всегда, плохая и как всегда хорошая, да. Плохая, да, пилотный экзамен, как таковой, показал недостаточные знания, недостаточное качество, недостаточные успехи. Что касается централизованных и результатов централизованных экзаменов по химии, да, то они гораздо выше математики, они выше, чем в прошлом году, и количество сдававших предметов, оно лучше. Поэтому есть положительные подвижки, однозначно. Вопрос, как всё остальное, то, что у нас осталось под пилотным экзаменом, вывести на уровень более-менее. То есть наши школьники, получается, если пользоваться заголовками, они провалили не только естественные науки, но и математику и так далее. Математику и математика. Математика провалена уже очень давно, и с каждым годом результаты всё хуже и хуже, к сожалению. И тут, в принципе, математика тоже один из критерий показать, я не знаю, я не хочу сказать уровень развития, но потенциальные возможности. Но химия физику обогнала в любом случае. Нам приятно. И биологию тоже. Нам приятно, но всё равно количество людей, знающих предмет настолько, чтобы продолжать обучение в нашим нужным нам специальностям, оно недостаточное. А чем это вызвано? С чем это связано? Вот это какие-то долгие корни, длинные, уже пущенные? Ну, это уже дискуссия продолжается довольно долго, когда позволяет людям выбирать предметы, по которым образовываться в школе. И люди выбирают наиболее энергонеёмкий, скажем так, энергонезатратный процесс. Но химия, физика, биология, она требует напряжения в определённый момент. Особенно в начале, когда тебе нужно пройти через какой-то там, ну, не знаю, я бы сказала, барьер, как языки. Пока ты изучаешь слова, тебе трудно с языком. Как только у тебя есть какой-то определённый аборт софта, у тебя язык начинает развиваться уже сам по себе. То же самое с предметами такими сложными, техническими. Там, если ты основ не можешь их пройти через них, да, если у тебя нет такого специального интереса, то потом становится достаточно сложно уже вернуть этих молодых людей. То есть всё-таки не нужно давать выбор или нужно? Я думаю, в начальной стадии, когда человек не знает, что он может, что он не может, я думаю, однозначно выбора быть не должно. Потом, когда человек определяется, что у него идёт, к чему у него интерес, у него есть какая-то профориентация, я не знаю, да. Тогда, да, тогда вот в старших классах они могут уже специализироваться на каких-то предметах, которые мы ближе. Но базовый уровень, он должен, на мой взгляд, быть у всех определённым. А начальный уровень это какой? Вы имеете в виду, когда он не сможет выбирать? Раньше же он не сдаёт никакие предметы. Нет, но государственные проверки проходят, в принципе, и в седьмом, по-моему, классе. Да, но это всё-таки не экзамены. Да, но уже, допустим, в этом году классическая гимназия вводят новую программу, у них разделение по гуманитарным и техническим предметам начинается с седьмого класса. С седьмого класса школьники делали тест, переходя в седьмой класс, о том, что они могут, идут ли они в этот математический, технический, или лучше им остаться в языковом, гуманитарном. В принципе, это, на мой взгляд, это вот… А если школьник ещё в седьмом классе не может определиться, допустим? Нет, не может, поэтому… Скорее всего, его родители определяются в седьмом классе. Я бы сказала, что это такой уникальный эксперимент, да, и, с одной стороны, он показывает, что школа уже думает о том, что… А ну, кто пошли, большая разница с тем, кто пошли туда и туда. Ну, там набирали ещё других людей, других детей из других школ. Это была открытая программа, и… Ну, перевеса нет? Ну, гуманитарно перевешивает, конечно. Два на три, по-моему, да. Два класса математических и три. Ну, я могу ошибаться. Что касается выбора, то, я думаю, до класса девятого выбора не должно быть. Мы должны изучать естествознание, мы должны изучать химию, биологию. Ну, просто для того, чтобы какой-то общий уровень понимания. Ну, а в данном случае в седьмом классе выбор. Что тут хорошего? Ну, она… Эта школа… Эта гимназия, она… Нет, я знаю эту гимназию, просто там всё время какие-то эксперименты проходят. Просто я думаю, что если, допустим, в десятом раньше, заканчивая девятый класс, школьник или там родители выбирали, допустим, какое-то направление, то сейчас это делается уже в шестом. То есть уже в шестом классе школьнику дают право, ну, скажем, не учить какие-то, может быть, усиленные, серьёзные науки, допустим. Ну, я посмотрела программу обоих направлений в этой школе. Они отличаются минимально. По количеству там математики или химии или физики они практически не отличаются. Там немножко в одном случае немножко больше французского языка, второго языка, и в другом больше информатики. Глобально они идут очень-очень параллельно. Что будет в девятом-десятом классе, я не могу сказать, но на данный момент они идут параллельно, они всё равно получают. Но, с другой стороны, учителям, допустим, легче, наверное, как-то контролировать, допустим, процесс развития их предмета конкретно математики. А что вот с вузами, вот со школьниками? Понятно, какие результаты. Тоже была новость о том, что латвийские вузы отчаянно ищут студентов. По химии тоже? Однозначно. Нет, химия, да, опубликованы результаты первого набора. Первый набор вот сейчас в начале июля произошёл, и заявок высшего учебного заведения достаточно много, больше, чем бюджетных мест. Но когда начинается анализ по приоритетности, каждый потенциальный студент должен выбрать приоритетный вуз, соответственно, мы смотрим, уже недобор происходит и по одному, и по второму вузу на данный момент. И 150 мест, которые связаны с химией, вузы набирают 133 на данный момент. Поэтому будет дополнительный набор, и те люди, которые, те молодые люди, которые ещё не решили, или те, которые попробовали где-то себе в другом месте, у них ещё будет возможность, допустим, переориентироваться. И там собирают, насколько я понимаю, как я разговаривала вчера с РТУ, а те люди, которые уже идут, допустим, в дополнительный набор, они даже более концентрированы, потому что они уже выбрали, или какая-то мотивация у них немножко другая, они лучше держатся. Да, к сожалению, набор недостаточный, этому есть и объективные, и субъективные причины. Объективные, то, что у нас сейчас за 10 лет количество молодых людей уменьшилось ровно в два раза, было 40 тысяч, сейчас 21 тысяча, поэтому реально молодёжи нет. Вроде как мы сейчас в глубине этой демографической ямы, дальше должно пойти. Второй, молодые люди отчасти, наверное, очень осторожно относятся к выбору, опять же, этих специальностей, да, потому что, как мы знаем, и раньше удержаться на первом курсе вуза, в принципе, была основная задача. Если ты первый курс прошёл, дальше тебе уже легче. Ну, опять же, университет… Особенно если ты особо ничего не делал для того, чтобы попасть в этот вуз, имеется в виду, не сдавал экзамены, а просто попал по результатам своих экзаменов и всё. Да, причём… Ценность снижается, скажем так. Не требуются результаты по химии, не требуются результаты даже по физике, поэтому знания, которые там… Университеты это всё понимают, они пытаются как-то эти знания улучшать или в курсах, которые идут до набора, в течение предыдущего, скажем так, учебного года, подготовительной. И, в принципе, первые курсы или первые полгода университетских курсов, они поставлены на адаптацию школьной базы к новому уровню и по математике, и по химии. У нас адаптированы вот под эту демографическую яму количество набора, количество человек, которые набираются на бюджетные места? Я думаю, да, потому что мы… Сократилось количество бюджетных мест вдвое, например? Оно сократилось, я не могу сказать статистику, насколько оно, но в силу, скажем так, каждый год министерство образования анализирует набор, каждый год они дают эти бюджетные средства на бюджетные государственные места, и, соответственно, анализ происходит. Что мы с другими ассоциациями в сотрудничестве делали в последнее время, это именно старались просто количество бюджетных мест сконцентрировать больше на инженерно-технические специальности, потому что, опять же, тот же самый разговор о том, что мы выбираем места, где полегче и поинтереснее, а потом работу найти не можем. То есть, вы говорили про подготовительные курсы в вузах, то есть, получается, недостаточно школьного образования, обучения, а также кемии, да? То есть, вас не устраивает уровень преподавания в школах? Скажем так, это скорее анализ технических университетов о способности студентов удержаться на первых курсах, анализ их знаний, да, это, ну, это объективная реальность, да. Ну, как говорили, вы должны же в школе привить любовь к предмету. Вот, любовь к предмету надо приявить, и, как мы знаем, сейчас много дискуссий о том, что молодежь сейчас другая, я не могу сказать, что она плохая, они очень интересные люди, они очень такие живые и очень потенциально такие богатые, да, в этом смысле, поэтому как их заинтересовать, как их вырвать из этих электронных игрушек, допустим, да, и отправить, познавать мир, ну, вот эта задача, наверное, учителей в том числе и, ну, родителей, я бы сказала, и общественных. Звоните нам, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, 672-12-939 и 672-13-939, телефоны прямого эфира. У нас получается так, что, значит, в школе у нас там провал с химией, допустим, в институте тоже не все там, скажем так, дотягивают до конца учебы, как минимум, ну, я знаю просто по другим специальностям, думаю, с химией не исключение, скажем так, да. Вот, и, а что у нас происходит с рабочими местами? Вот, в скольких химиках ежегодно нуждается Латвия? Ну, я не могу сказать, что нам ежегодно нужны, там, не знаю, 300 тысяч, 300 человек. Скорее, анализ у нас таковой, что более, скажем так, 30% работающих в отрасли, они старше 50 лет. Соответственно, в ближайшие десятилетия смена поколений должна произойти каким-то образом. Поэтому любой человек, идущий в нашу отрасль, да, он потенциально там будет трудоустроен просто потому, что количество мест и предприятие расширяется. Поэтому я бы сказала, что в данном случае, сколько бы ни поступило, они все будут нужны. Мы говорим о том, что нужно будет тысяча в течение пяти лет, да, ну, может быть, это, ну, мы не говорим чисто химики. Специальности, связанные с химией каким-то образом, их очень-очень много, они очень-очень разные. Они, начиная с науки и заканчивая логистикой в том числе, да, или заканчивая продажей, ну, продажей этих произведенных продуктов, потому что ты не можешь продать какие-то химические или с химией связанные вещи, не имея химического образования, потому что это сложно, да. И поэтому, в принципе, потребность в людях с химическим каким-то образованием, она очень высока. Ну, а вуз готовит, скажем, специалистов, которые готовы продавать продукты химического, допустим, производства, или это просто, скажем, какое-то академическое образование, где, ну, широкого профиля, где просто это химия, вот. А потом выясняется, что этот человек там, допустим, не может работать. Ну, мы, скажем так, в любом случае, возможность переквалификации или дополнительных квалификаций, она, в принципе, всегда существует. У нас преподают химию или химиотехнологию, да, или аналитическую химию, да. А любая из них дает какой-то базовый набор знаний, который позволяет тебе оперировать в этой отрасли или дополнить какое-то свое образование то же самое юридическим образованием, то же самое экономическим, менеджментом, еще чем-то. Если у тебя есть базовая профессия, и у тебя есть какие-то менеджментские или другие навыки, то у тебя, в принципе, на мой взгляд, карьерные возможности очень широки. Но если такая нужда есть в химиках, то я так понимаю, что работодатели готовы разобрать студентов еще при немчем. Они разбирают, они платят стипендии. Ну, правда, стипендии не платятся, как, допустим, государственные стипендии лучшим студентам. Стипендии, в принципе, они целевые все. Студент должен написать заявку на эту стипендию на конкретное предприятие по конкретной какой-то теме, да, и сотрудничать с этим предприятием на конкретную тему. Таким образом, предприятие получает себе потенциального работника, уже ориентированного на процессы, происходящие в предприятии, и в том числе его материально поддерживает. К сожалению, даже активность студентов в этом направлении недостаточно. Не хотят, да? Не хотят. Хорошо, мы сейчас прервемся. Небольшая пауза на новости и рекламу. Поговорим о химии дальше. У нас в гостях, напомню, исполнительный директор Ассоциации латвийских химических и фармацевтических предпринимателей Райна Дурея. Не переключайтесь. Микс Ньюс. Я главный редактор российского издания «Советский спорт». Слушаю радиостанции «Микс Медиа Групп» через приложение «Микс Медиа Радио». Присоединяйтесь. У нас в студии Райна Дурея, исполнительный директор Ассоциации латвийских химических и фармацевтических предпринимателей. Она также координатор Совета экспертов отрасли химической промышленности Латвийской конфедерации работодателей. Мы говорим сегодня, почему у молодых людей у нас отсутствует интерес к естественным наукам, а также о том, какие у них возможности открываются, если они выбирают эти естественные науки. Вот сейчас, насколько мы поняли, второй набор проходит, дополнительный набор будет на химические различные учебные программы. В частности, вот в РТУ, например, в этом году 85 в целом бюджетных мест, то есть 20 на химию, 20 на технологию химической. Ой, простите, 65 на химическую технологию, всего 85 мест. Они не заполнены, и поэтому дополнительно объявлен набор. Да, у нас, кстати, есть еще опрос. На портале Mixnews.lv вы можете проголосовать за один из вариантов ответов. Нужно ли изучать в вузах Латвии естественные науки? Да, за ними будущее. Да, за границей любят наших специалистов. Нет, будущее за IT-технологиями. И в заводы стоят одни студенты в стране. Такой вот ответ тоже. Он пока, кстати, побеждает 50% победителя от него. Да, ну давайте примем звонок сначала. Называйте наушники, пожалуйста. Слушаем, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо большое, что пригласили интересного гостя. У меня, скорее, не вопрос о такой комментарии, на который бы встречный комментарий хотелось получить. Вы знаете, я сам в прошлом школьник был, ну, студенческую, студенчество пошел по другой специальности, но в школе очень любил химию. Вы знаете, вот общаясь просто с людьми, которые у меня младше, скажем, там, 95-го и после года рождения, вот в общении с ними пришел к выводу, что проблема в том, что школьник после 9-го класса не знает, что поваренная соль – это натрий-хлор, она отчасти только заключается в том, что не дают сознания. А в большинстве своем все сводится к тому, что у нас достаточно местечковый такой масштаб презентации именно науки и ее возможностей. Вот у нас в школе, в рекламах, там, в других пространствах информационных все сводится к риндук, к соло-инфарму, ну, может быть, еще 2-3 имени называются. А если вы вспомните, то после Второй мировой войны японская химическая промышленность, которая сейчас лидирующая в мире, каким образом развивалась? Что в первую очередь говорили о том, что в мире, и побуждали людей ехать, получать опыт, получать знания и потом возвращаться. Большое спасибо, хорошего дня. Спасибо. Ну, очень хороший комментарий, да. Мы, в принципе, тоже вот в настоящее время работаем над, скажем так, на расширение представления общества, в принципе, о том, что у нас в Латвии, допустим, происходит по химическому или фармацевтическому направлению, что это не только гриндекс и онлайн-фарм, какой бы они экономический прирост нам ни несли, но, в принципе, есть очень много всяких интересных направлений, и очень много интересных технологий, в которых, в принципе, Латвия занимает даже не последнее место в Европе. Да, демонстрировать можно интерес к химии, только выходя из этого местечкового образа мысли. В принципе, с этим я абсолютно согласна, да, и мы поэтому стараемся, работаем, в принципе, и над программой вузов, расширение их, допустим, скажем так, их программного обеспечения, так не скажешь, но, в принципе, содержание этого образовательной программы на то, чтобы это все выходило на какие-то международные технологии. У них там, насколько я понимаю, в вузах будет, опять же, какой-то структурный фонд, проект структурных фондов на улучшение этой материально-технической базы уже есть, а также на содержание этого предмета как такового. Это одна из возможностей. Другая возможность действительно заключается только в популяризации того, что химия – это не только, во-первых, формула, что химия – это очень интересно, что химия – это не так сложно, и что химия – карьерная в обновлении. Есть риск о том, что молодежь уезжает. И не возвращается. И не возвращается, к сожалению, до тех пор, пока у нас будет такая экономическая ситуация, такая ситуация будет происходить, человек ищет, но… Ну, а вот вы говорили о том, что есть целевые стипендии, целевые программы, и школьников, вернее, студентов ловят уже, так сказать, во время учебы работодатели, а иностранные работодатели так поступают? Они заинтересованы в наших студентах химии? Я думаю, скажем так, для этого должен быть определенный уровень у этого студента. Он не должен быть бакалавром однозначно. Это уже магистры, да? Это уже магистры, магистры, которые могут себя показать, магистры, которые активны, которые в состоянии найти себе, допустим, место учебы или за границей. У нас, в принципе, проблема даже с повышением квалификации. Есть же всякие программы по Erasmus, они называются, по обмену студентов. В принципе, проблема даже по обмену студентов, потому что те студенты, которые у нас активные, те, которые учатся, они еще и работают. И людям, которые работают в данный момент, они обеспечивают себе определенный уровень существования, им очень трудно сорваться на эту стипендию на полгода, потому что, скорее всего, работодатель будет рад, если он вернется обратно. Но работодатель, опять же, под риском, что он не вернется обратно. Довольно сложные такие процессы взаимодействия происходят. Но да, не выходя из миссискового уровня успехов. А сколько сегодня платят в отрасли? Цена вопроса. У нас молодежь, часть, во всяком случае, ее и немалая, достаточно меркантильная, прагматичная. И тут одними идеями, скажем так, о развитии науки не заманишь. Ну, я могу опять сказать, что заплата в отрасли, в принципе, выше среднего. Ну, что это значит выше среднего? Конкретные цифры зависят очень от места. Выше 800 евро? Я думаю, выше 800 евро, да. Сразу вот молодой специалист приходит и получает. Бакалавра, ну, я про бакалавра не могу сказать, потому что бакалавра – это такая определенная… Когда я училась, я тоже заканчивала технический университет, инженер-технолог, и тогда мы выходили уже, ну ладно, не готовые инженеры, но, в принципе, более-менее уже понимающие, что происходит в мире. То есть уровня бакалавра все-таки недостаточно? Ну, через пять лет. Бакалавру – это там три с половиной, четыре года, да, и причем половина предметов у тебя химия и физика общая образовательная, но по профессиональной линии у тебя, в принципе, очень много. Ты можешь работать в лаборатории, ты можешь это самое, но, соответственно, это не тот уровень, на который молодые люди думают, что они раз. И, к сожалению, есть определенные ступеньки карьерного роста, через которые ты должен пройти, но зато они у тебя гарантированы, что ты можешь вырасти, если у тебя есть определенный интерес. Я не знаю, как хорошо юристам сейчас в данный момент, если они заканчивают, допустим, бакалавр, или как они там считаются, вот они сразу там получают эти юридические зарплаты. Это трудно показать, смотря где. Не, ну, наверное, кому как повезет, да, есть, наверное, специальности, где человек, учившийся в ВУЗе, он получит какую-то… Если он уже, допустим, в ходе учебы был на практике, он уже показал себя, и у него есть возможность получать эти довольно… Потому что есть предприятия, которые конкретно настроены на этих молодых людей, конкретно уже предлагают конкретные места, они их учат под себя, да? Нет, ну, есть отрасли, где, может быть, не важно, бакалавр ты или магистр, вот, не так важно, во всяком случае. А есть, например, в государственном секторе, где требования прямо, чтобы у тебя был или бакалавр… Ну, высшее образование у тебя, да. Или уже магистрат. Мы вот говорим про производство, а химия как наука у нас развивается в стране? Ну, однозначно развивается. У нас есть ведущие университеты, которые, в принципе, я бы сказала, находят не университеты… Органического синтеза? Ну, да, институт органического синтеза, он находится здесь реально на мировом уровне. У него заказчики, основные заказчики идут даже не из Латвии, а именно мировые компании, потому что у них… То есть развивается это благодаря зарубежным грантам? Ну, гранты… Нет, там не только гранты, там… Контракты, там контракты на исследования, контракты на разработки и… Ну, это в целом нормально, что вот наука развивается в стране благодаря, скажем так, заказам из-за рубежа? Получается, то, что вот они хотят, они хотят, мы вот тут и… Скажем так, это… Не знаю, нормально это или ненормально, но в нашей стране оно так. И, соответственно, если мы развиваем такие исследовательские институты за счет, допустим, контрактов с их международными компаниями, это повышает уровень тех же самых ученых, которые работают в этом институте, которые потом могут это все перенести, перенести эти свои знания, эту свою компетенцию на местный рынок. А государство как участвует, кроме того, что оно организует бюджетные места, вот в вузах, допустим, там в количестве скольких-то, там нескольких сотен, десятков, как участвует государство в развитии химии, науки, отрасли? Ну, скажем так, положительная роль уже в том, что перерасчет бюджетных мест происходит в ВВЭ. А в данный момент, ну, это не только относится к химии, это относится к общему образованию, общему образованию в школах, да, происходит разработка новых программ преподавания, которые имеют отношение к компетенциям, скажем так. Это не чисто преподавание предмета, а преподавание предметов, взаимосвязи с другими предметами, химией, физикой, там, где переплетаются эти науки, чтобы, допустим, поднять интерес. Это только начинает разрабатываться. Разрабатывают хорошие, умные учителя, но они, скажем так, они основываются на своем опыте, мы очень надеемся, что у них все получится, и это новый опыт когда-нибудь придет в школу. Но начнут они с маленьких классов, потом, соответственно, это все дойдет когда-то и до средней школы, но это потребует определенного количества времени. Поэтому, ну, государство делает все в рамках своих способностей, возможностей на данный момент. Реформа образования происходит, какие-то инвестиции в базы происходят, поэтому остается только заинтересовать молодежь. Да, у вас есть рецепт, как заинтересовать молодежь? Ну, мы год назад начали пытаться заинтересовать молодежь какими-то прикладными методами. Да, ассоциация в рамках одного проекта организовала, скажем так, клуб юных химиков. Клуб юных химиков. Хорошо звучит. Пяти юных, юных, седьмой, восьмой, девятый класс, тех детей, которых еще не напугало, допустим, отсутствие знаний и уже какие-то плохие оценки по химии, те, которые еще не испорчены, скажем так, нормальные дети, которые еще, скажем так, не определились. И вот у нас в пяти школах, причем мы взяли пять разных школ, да, гимназии, русскоязычные, маленькие школы, очень разные, чтобы просто дать возможность посмотреть, как это происходит в разных школах. Все зависит от учителя. Если учителя начинают гореть глаза, если он понимает, что он будет с этими детьми делать, если у него есть какие-то материалы, с которыми он может работать, скажем так, все дети, которые прозанимались, скажем так, начало было очень тяжелым, дети шли с очень большим напряжением, потому что, ну как, привыкли, что кружки у нас проплачиваются в основном песни, танцы, рисование, да, вот, никто из родителей платить за кружки химии, ну, пока не принято, скажем так, да, поэтому единственное возможное было начать как-то вот это дело с директорами школы организовать, и мы запустили этот проект. Дети пошли, дети привели других детей, дети, те, которые пришли, они понимают, что они в следующем году хотят продолжать, поэтому для учителей уже вторая нагрузка пошла, у них один уровень экспериментов уже сделан, теперь им нужно думать о том, как они, тех детей, которые пойдут в старшие классы, будут заново привлекать теми новыми экспериментами, и опять же наработана какая-то база экспериментальная для тех, которые уже того уровня, который вышел. Вот, поэтому это заработало, учителя хотят продолжать, дети хотят продолжать, поэтому мы собираемся это размножать. Ну, это такая дальносрочная программа. Да, однозначно, у нас сейчас на данный момент это на три года, мы хотим посмотреть, что будет с теми, седьмой, восьмой, девятый класс, которые сейчас начнут вот с нами, допустим, так, ближе сотрудничать, насколько у них будет лучше этот интерес, насколько выше, скажем так, насколько они будут более практичны. Эксперименты, которые мы там проводим, мы тоже взяли, допустим, сначала мы взяли старые латвийские книги, сейчас мы перенимаем опыт немецких коллег. Немецкие коллеги уже, в принципе, со своими студентами работают очень давно, там эта система развита довольно активно, и они базу экспериментов делают на тех процессах, которые происходят вокруг, да, это те же самые бытовая химия, это строительные материалы, это лаки, это, ну, всё, что у нас вокруг, что является вот тем практическим показателем, как химия работает, как эти процессы связаны между собой, и как это, в принципе, в жизни потом. А не боитесь, что вот вы, так сказать, заинтересуете этих детей, они возьмут и уедут в другую страну учиться? Ну, может, они вернутся, мы же развиваемся, ну, как, у нас нет выбора, да, если мы будем их держать внутри, они не разовьются, да, нам надо, чтобы они посмотрели этот мир, они должны посмотреть и привести обратно какие-то нужные интересные вещи для нас, да. А будет для них здесь база, где работать вот с теми знаниями, с теми уже запросами, посмотрев, которые они приобретут? А мы надеемся, что они приедут и создадут что-то новое, если они смогут, да, если они смогут влиться здесь, то они смогут… Действительно, большая надежда на эти детей. Очень большая, потому что, как мне говорят, надежда на тех, кому сейчас 15-19, что они выучатся и со своими новыми вот этими новыми мотивациями, со своими новыми знаниями, они поднимут то, что мы пытаемся на какой-то старый базе поднять. А вы можете хоть вкратце сказать, какие именно прорывы в науке вот наши латвийские ученые в вашей науке вот произвели в последнее время хоть? У нас много наработок. У нас наработки в генной инженерии, институт биомедицинский центр, у нас институт оргсинтеза по фармацевтике, у нас очень много интересных наработок. А вот если все это, скажем, на гранты, на зарубежные дела, что считается открытие, наше или того, кто профинансировал? Ну, если это, ну, как, все оговорено, наверное, в договорах, мне трудно сказать. Но, в принципе, есть свои наработки, есть конкретные контракты с конкретными предприятиями, поэтому это надо уже разговаривать с директорами, допустим, того же института оргсинтеза. Ну, да, господин Калвинчик к нам приходил неоднократно, рассказывал о достижениях института оргсинтеза. Да, это очень интересно, и перспективы очень большие. Я бы сказала, институт оргсинтеза, он на голову выше отрасли. Ну, у нас результаты опроса. Мы можем уже сейчас огласить, нужно ли изучать вузах Латвии естественные науки. Да, за ними будущее считает все-таки 33%. Да, за границей любят наших специалистов, считает 11%. Нет, будущее за IT-технологиями тоже 11%. И заводы стоят одни студенты в стране, 44% считают. Вот все-таки, да. А действительно у нас все заводы стоят? Ну, понятно, что мы знаем, там вот на слуху ясное дело, олайн-фарм, как вы уже сказали, Гриндекс там, условно, дзинтеза, господи. Что? Герчиков. Цитра. Правильно, да. То есть у нас есть химическая промышленность? Нет, ну, скажем так, химическая промышленность, громко сказано, у нас, в принципе, я бы сказала, у нас в государстве прикладная химия, да. Это немножко не то, что вот большие химические компании, но мне хочется надеяться, что предприятия не стоят, да. Они могли бы работать активнее, они могли бы… Есть, конечно, объективная реальность, опять же, тот же самый кризис, из которого мы уже, слава богу, выкарабкались. Нашлись какие-то новые рынки, нашлись какие-то новые способы. В принципе, нет, в отрасли есть прирост. Мы бы хотели, чтобы он был больше. Мы бы хотели, чтобы молодых людей было больше, чтобы новых умов было больше, чтобы те процессы инноваций, которые должны быть на предприятиях, так это самая промышленная инновация, она была бы более активна, но, к сожалению, это все требует определенных и временных инвестиций тоже. А где вот активнее всего сейчас химия развивается, кроме фармацевтики? Вы имеете в Латвии? Прикладная, да. В Латвии, нет, ну, у нас работают… Строительная отрасль или это что? Строительная химия, однозначно, да. Косметика. У нас много новых интересных предприятий, которые раньше даже не были на рынке, в которых, в общем, оборот, 5 миллионов выше. Они небольшие, да? У нас все небольшое. У нас в Латвии, я так смотрела, у нас же, в принципе, на таком мировом уровне, мы такие вот масштабированные, да, по процентам, если смотреть. У нас развивается практически все, у нас очень хорошо развиваются сейчас эти добавки, пищевые добавки, витамины, народные препараты, природные препараты, очень интересное направление. Почему? Такой интерес у населения? Это интерес у населения, да, потому что, в принципе, народ старается вести более натуральный, скажем так, образ жизни, уходить от лекарственных препаратов как таковых, да, и поэтому есть определенная ниша. У нас очень интересные продукты, в том числе из хвои, которые есть какие-то противовирусные, даже противораковая какая-то активность. Да, процесс происходит, конечно, это требует ресурс, потому что предприятия, которые этим занимаются, они не очень большие, и для того, чтобы что-то серьезное создать, нужны большие инвестиции. Да, интересно получается. Это поэтому добавки, потому что нет денег на полноценное лекарство, да, чтобы сделать? Нет, ну что вы. Иногда добавками, я не буду прополизировать добавки, но иногда здоровый образ жизни или какие-то дополнительные, они избавляют необходимости принимать антибиотики, да, мы же, например, знаем действия эвкалипта или каких-то таких вещей, которые, в принципе, ну, стимулируют защитные реакции организма и не допускают их до приема каких-то. А когда будет этот второй прием студентов? Насколько я понимаю, в августе. В августе, да, так что родители не пропустите, если вы еще определяетесь, вот, или ваши дети определяют. Да, как мы слышим, очень перспективная отрасль. Да, вполне. Кстати, интересно, что, ну, вот вы говорите, что интерес к химии, может быть, не такой высокий, но ведь, например, к медицине достаточно высокий интерес. Я знаю, что конкурс, медицинские институты, они всегда, вот, то есть, рады не... Тоже химия. Там тоже химию надо сдавать. Нет, без химии не сдать. Поэтому мы... Количество сдававших централизованный экзамен не в пилотном проекте, 700 человек в этом году. Это выше, чем каждый другой год. Ну, понятно, что они все рассыпаются по разным вузам, не все идут в химии, но, в принципе, чем больше их будет, тем больше у нас будет потенциальной возможности. Нам пора заканчивать на сегодня. Спасибо. Исполнительный директор Ассоциации латвийских химических и фармацевтических предпринимателей Райна Дурея была с нами в студии. Спасибо большое и сегодня хорошего вам. Удачи.